привет народ ну что мечты сбываются вот такой вот у меня станочек fdb turner 250 на 550 250 диаметр максимально возможной обрабатываемой детали 550 расстояние между центрами двигатель мощность и 750 ватт но в принципе можно переключать скоростях от 120 оборотов в минуту до 2000 и также резьбы метрические дюймовые в принципе левое правое вращение подача то есть можно выбирать скорость подачи можно выбирать ну в принципе можно выбрать все вот эту историю нужно будет еще закрутить ну в принципе станочек новый санька подойди покажи станины вот так вот да станина в идеальном состоянии станок абсолютно новый то есть человек включал его здесь есть видна стружка человек включал его один раз для того чтобы проверить при покупке и после того вот он у него стоял просто в гаража ну что в принципе нам осталось его закрепить потому что мы просто пока бросили на стол нужно сейчас будет прожечь сваркой новой дырки потому как немножко у меня по-другому стоит чем вот прошлого хозяина ну и все и станочек рабочий будет нужно будет его расконсервировать скажем так правильно то есть удалить всю пустую смазку смазать маслечком ну и какой-то потом чехол на него сюда набросишь на него пыль грязь не летела а в принципе да можете меня поздравить вот такого станочек будем будем что-то делать будем работать ну вот в принципе станок установлен раз консервирован и готов к работе пришлось повозиться со столом стол ну давайте расскажу стол очевидно варился сразу на полу вот эти вот типа колонны доставили сразу на пол потому как ну очень сильно ноги кривые то есть видите да здесь полтора сантиметра 16 там резинка подложена тут кусок дсп осталось что сделать ну стол выставлен прижат плотного там вот к стене отверстия сварка я прожег раз-два-три то есть ну вот родные отверстия которые были у прошлого хозяина я их немножко перенес почему потому что если я попаду в эти отверстия то стол у меня не будет прижат к стене будет выдвинуть сюда мне это ну абсолютно не нужно то есть у меня сейчас краю вот видите да край поддона это край стала а так бы у меня вот вот здесь еще сантиметров 6 наверное стала была то есть он не бы мешал дальше осталось сюда заказать кусок дсп осталось сюда заказать по размеру кусок дсп бросить и будет две замечательных полочки сразу прожег отверстие под силовой кабель бросил его внизу чтобы он с той стороны не мешался и вот по столу все стол надежно закреплен станок на столе тоже надежно закреплен не вибрации ничего при работе все замечательно ну я тут уже немножко поточил вот так вот по станку вот так вот давайте покажу схему переключение передач то есть без проблем абсолютно от 120 оборотов до 2000 все передачи переключаются все работает замечательно на всех передачах станочек режет естественно пробовал ну на всех перебрасывал ремешок пробовал замечательно все при помощи смены шестеренок можно регулировать скорость подачи продольной можно резать метрические резьбы можно резать дюймовые резьбы шестеренки в комплекте есть но они еще ко мне едут хозяин забыл сразу положить это все едут отдельной посылкой ну в принципе давайте сниму гитару покажу как это выглядит об вот так это выглядит с этой стороны вот так это у нас выглядит раз два три шкива вот они то есть переключается все очень просто шестерни тоже ну сейчас их нет в комплекте то есть которые есть и они стоят можно регулировать скорость подачи для того чтобы нарезать резьбы хоть дюймовые хоть метрические в общем станочек расконсервировал смазал видите да вот раз два три вот эти масленки шариковые то есть здесь везде тоже есть шариковые масленки здесь везде шариковые масленки то есть густую смазочку я убрал и шариковая масленка везде во все масленки залил масло потом убрал также густую смазку на станине смазал маслицем винт тоже подачи тоже смазал все замечательно в принципе ну станочек работает станочек радует замечательно все давайте а вот еще что забыл свет поставил да и камеру то есть если сейчас мы включим камеру на вот таким вот образом то у нас пожалуйста ну патрон видно сейчас вот патрон закрывается потому что вот без этого забрала да нужно отключать концевик я не хочу в принципе пока его трогать пускай будет вот забрала опускаем вот это все замечательно станочек работает в принципе вот так вот ну давайте я сейчас гитару поставлю на место потому как без литара станок не включается наверняка включается на пока пока держишь кнопку ремешок меняется либо сюда либо сюда натяжитель ролик натяжитель либо с этой стороны поджимает либо тогда вот если время сюда идет то снизу поджимаю все крутится руками все очень просто все доступны меняется все очень замечательно и просто. Итак, скорость у нас 620 оборотов в минуту. Давайте попробуем поточить. Торценем чуть-чуть. Оп, без проблем абсолютно. Дальше вот так вот. Ну и давайте пройдемся очень чистенько. Да, продольная подача это механическая, это классно. Потому что ручной я бы так ровно не прошелся. Ну и в принципе станок миллиметр на сторону пушает без проблем абсолютно. Давайте поменяем резец. миллиметр на сторону без проблем абсолютно. Ну и сейчас даже больше будет. то есть если хорошо заточен резец, то без проблем до полтора миллиметра на сторону только пуш. очень чистый проход делает. Я не знаю, давайте еще наедем. У меня уже камера не фокусируется. А, немножко горячая заготовка. Ну вот так вот. Очень чистый проход делает станочек. Ну, на скорости, естественно. То есть чем меньше скорость, тем грязнее у нас проход. На двух тысячах вообще получается почти зеркало. То есть сейчас 620 оборотов в минуту. Единственное, что мне в этом станке не нравится, это вот этот ключ. Так называемый безопасный. Он постоянно... Я про него забывал, он постоянно у меня падает. То есть раз и выпадает. Поэтому сейчас мы, наверное, его сразу и переделаем этот ключик. Уберем вот эту вот гильзу и просто обрежем его. Вот так вот. Высуливаем отверстие новое. Ну и сделаем нормальный ключ. Потому как вот с этим безобразием... Ну, лично мне неудобно. То есть я понимаю, что это все делалось... Я понимаю, что это все делалось для безопасности, но тем не менее... Тем не менее, мы сейчас это безобразие переделаем. Как временный ключик, то мы возьмем ключ из набора. А сейчас зажмем его. Давайте вот. Таким образом. Оп-паньки. Есть контакт. Так-так-так. 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 Вот таким вот образом это все просто делается. То есть завальцовку мы убрали и ключик распался. Вот такая вот история. Где-то здесь еще выпала пружина, но пружину мы искать не будем. В принципе. Что теперь мы сделаем? Это мы обрежем его. Отрезаем. 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 Продолжение следует... 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 ну вот совсем другое дело пробуем проверяем воротка достаточно крутится над станиной, над бабкой, то есть крутить удобно вперед-назад видите, да, одной рукой это можно делать с тем же ключом одной рукой открутить патрон и закрутить патрон вот так не представлялось возможным потому что нужно было держать одной рукой постоянно ключ, он выпадал вот так совсем другое дело, в принципе на сегодня наверное все ну и вот так вот с помощью наждачной бумаги патрончик пришел в свое первоначальное состояние помните, да, какой он здесь был некрасивый, а теперь все, ну вот как новенький в принципе ну и вот так вот выглядит у нас конечный результат, снял я размеры с полочки с верхней, с нижней записал себе сегодня закажу, ну и штаночек после того, как я пропылесосил накрыл вот так вот одеялом, чтобы на него пыль не попадала, чтобы он не пылился у нас в принципе конечно было бы, ну намного интереснее какую-то вот прям шторку сюда повесить вот так вот, да чтобы закрывать его, ну может быть какой-то брезентовый чехол сошью когда-нибудь на него хотя навряд ли, то есть вот это одеяло здесь наверное и будет лежать всегда ну а на сегодня все, пока-пока, увидимся Музыка 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 Музыка